Ещё раз к самому девизу. Есть какие-то вопросы? Все уверены, что все согласны с этой мыслью, ни у кого не возникает вопросов, и что действительно то, что нельзя сказать словами, нельзя подумать. Тогда мы загнали себя, на самом деле, в очень жёсткие рамки. Наш язык ограничен, но что с этим делать дальше? Если мы что-то подумали, значит, мы можем это сказать. Если мы эти слова передаём другим людям, мы их говорим, будем ли мы поняты правильно? Это вопрос. Давайте в этом разберёмся и вернёмся чуть-чуть в историю языка. Рассмотрим, как и с какими проблемами сталкивались философы. Первым этапом философии языка является философия названия, иначе говоря, философия имена. Философы античности и средневековья уделяли в языке особое внимание имени, как слову, иначе говоря, названию предмета. Сократ и Платон считали, что имя установлено непроизвольно, не так, как нам заблагорассудится, а оно связано с самими предметами, что оно подобно этим предметам. И это действительно было какое-то время так. Ныне название связано с нашими культурными установками. Однако философия названия имени и языка продолжает свою жизнь. Слова ныне выражают сущности, некие предметы, названия. Переходя к Средневековью, мы можем сказать, что ныне слова являются основными понятиями нашей речи. Однако это развивалось и далее, в Средневековье. Переходя к Средневековью, люди поняли, что основное слово имеет Бог. Соответственно, любая трактовка, любое абсолютно слово надо искать в Библии. Она нам это объяснит. Так и есть. Евангелие Атаана начинается словами. Вначале было слово, и слово было Бог. Пардон, извиняюсь. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Язык оказывается символом божественного мироздания. Смысл едва ли не любого слова нужно искать именно в толковании Библии. Однако далее разгорается спор между реалистами, номиналистами и концептуалистами. Тогда слова стали пониматься как различные выражения идей у реалистов, как обозначения предметов как таковых у номиналистов, и как обозначения составленных в уме понятий, то есть у концептуалистов. В рамках философии имени очень важно сопоставить имя и его значения, то бишь сам предмет. В этом отношении мне представляется заслуживающим особого внимания осуждение Антона Федоровича Лосева, который был ярким пропагандистом философии имени в 20-м столетии. Человек, для которого нет имени, для которого имя только пустой звук, а не сами предметы в их смысловой явленности. Этот человек глух и нем, и живет он в глухонемой действительности. Итак, согласно философии имени, мир рассматривается как имя или название, которое является символом мира. Философия имени весьма характерна для философии античности и средних веков, однако и ныне она культивируется и продолжает свой путь, однако уже соединенная с дальнейшим этапом, а именно философией предложения. В новое время в соответствии с философией разумного человека большое внимание стали уделять отношению слов и понятий. Слова считались обозначениями мыслей, а также чувств, то бишь наших эмоций. Философы ярко ощущали недостаточность полученных от рождения языков, в связи с тем множились выступления и мысли о том, что мы должны придумать какой-то международный, для начала научный язык, на котором мы будем говорить все и который все будут понимать. Развитые в новое время воззрения и интерес к научному пониманию истины привели к выдвижению в центр анализа предложения, чтобы понять, как нам формулировать эти языки. Так стала развиваться аналитическая философия. Законченная мысль выражается посредством предложения, высказывания. Повествовать на предложение, в отличие от слова, применимо представление об их правдивости или ложности. Этим и занимаются аналитические философы. Они пытаются понять, какое предложение является правдивым, какое ложным и как избежать лишних ложных предложений. Философия предложения в систематическом виде была впервые изложена Людвигом Вингерштейном в его логико-философском трактате. Философия предложения под предметом понимает то, что обладает свойствами и участвует в отношениях. Свойствами и отношениями называются признаки. При рассмотрении любого предложения интерес представляют два момента. В первом случае мы интересуемся смыслом предложения, а во втором его грамматикой, составом предложения и синтаксисом. Для примера я предлагаю на рамках рассмотреть таких четыре варианта. Стадион Лужники находится в Нью-Йорке. Лужники в Нью-Йорке находится в стадион. Стадион Лужники находится в столице России. Стадион Лужники находится в самом большом городе России. Нам ясно, что первое предложение, конечно же, ложно, потому что все мы знаем, что стадион Лужники находится в Москве. Второе предложение грамматически неправильно построено, соответственно рассматривать его правдивость или ложность даже не имеет никакого смысла. Однако третье и четвертое предложения являются достаточно подобными и кажутся нам правдивыми. Как это на самом деле? Третье и четвертое предложения обладают одним и тем же значением, но разными смыслами. Это становится очевидным, если мы перепишем эти предложения таким образом. Стадион Лужники находится в Москве. Москва это столица России. Стадион Лужники находится в Москве. Москва это самый большой город России. Левые части предложений 3 и 4 одинаковы, они обладают одним и тем же значением. Правые части предложений различны, они выражают два смысла. В первом случае мы можем проверить правдивость предложения, посмотрев конституцию России и действительно узнать, что Москва это столица России. Во втором случае, чтобы узнать о правдивости предложения, нам придется сравнить Москву по определенным критериям с другими городами России. И в каком-то конкретном случае мы действительно придем к завершению нашего рассуждения, что предложение правдиво, Москва действительно самый большой город России. Наука, изучающая значение и смыслы высказываний, она называется семантикой. Главный вопрос семантики, что обозначает данное высказывание. Главный вопрос синтактики, которая изучает синтаксис, построено ли высказывание правильно, по законам грамматики, непротиворечиво. Именно с этим мы и столкнулись в том самом втором предложении. Оно было построено противоречиво. Нужно понимать, что в рамках философии предложения совсем не обязательно ограничивать свой анализ отдельными предложениями. Можно рассматривать и тексты, но как составленные из предложений, которые должны быть связаны с друг другом непротиворечивым образом, иметь общий смысл. Развитие философии предложения потребовало и требует в наши дни больших усилий от философов и логиков, ровно как и от представителей частных отдельных наук. Внимательнейшим образом изучается теория значения и смысла, сделка он из синтаксиса, применительно к естественным и техническим языкам. Стратегической целью философии предложения является достижение ясности в понимании языка. Язык должен быть ясным, как условие математической задачи. Любимая поговорка любого философа-аналитика звучит так. Итак, давайте уточним значение и смысл сказанного и написанного. Итак, философия предложения — это важнейший этап в развитии философии языка, для которого характерна обостренный интерес к сематике, то есть теория значения и смысла, и обостренный интерес к синтаксису, то есть к правильному построению предложения. Следующим этапом в развитии философии языка является философия ценностных установок. Язык создается и используется людьми непроизвольно, а в соответствии с их целенаправленной деятельностью, практикой. При этом человек интересует не просто истинно представляющиеся ему объектом, таким, как он является, безотносительно к целям человека, а значение объекта для человека, то есть так, как мы воспринимаем этот объект, для чего он нужен именно конкретному из нас, и как мы его будем использовать дальше. Человек, вольно или невольно, реализует ценностное отношение к миру. Это обстоятельство в итоге всегда находит свое выражение в самом характере, интерпретации. В советские времена едва ли не каждый ученик читал стихотворение Владимира Майковского. «Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть». Но как мы поймем его слово «я знаю»? Что оно значит? Казалось бы, у него есть аргумент, что если в советской стране есть прекрасные люди, то у нас все будет хорошо и все отлично. Но любой философ, любой ученый вам скажет, что это не так. Это псевдоаргумент, и он недействительный. Он нам не докажет, что это так. Соответственно, значение слова «я знаю» у Маяковского всего лишь «я хочу», «я надеюсь, чтобы это было так». Тогда это будет выглядеть странно и несуразно, но да, наш язык способен на такие подвохи. «Я хочу», «город будет», «я хочу», «садут свесть», «когда такие люди в стране советской есть». То, что Москва самый большой город России, мы можем подтвердить фактами, но предыдущие никогда не подтвердим. Итак, очень часто предложение является выражением ценностной установки личности. Оно обладает особым прагматическим смыслом, как это было у Маяковского. Философию языка как ценностных установок можно назвать одним словом – прагматика. Прагматика – это такая философия языка, которая изучает содержащиеся в высказываниях ценностные установки личности. С ценностными установками своими и других людей человек имеет дело на каждом шагу. Практически в каждом диалоге мы с этим встречаемся. Всегда, когда в поле действия попадают ценности. В этой связи в философии языка предстоит сделать очень многое. Философы выясняют, как можно сказать о ценностях, как мы можем объяснить свои ценности, какая логика при этом будет использоваться и как ее анализировать. Однако это все вопросы, и давайте взглянем, как на эти вопросы реагирует современная философия языки. Современное философское понимание языка. Современная философия в основном развивается в четырех направлениях. Это феноменология, аналитизм, геноменевтика и постмодернизм. Соответственно, мы рассмотрим язык именно в этих четырех направлениях. Итак, феноменологи на первое место ставят анализ работы сознания. Язык оказывается знаковым выражением работы сознания. Важно, чтобы высказывания были полновесными знаками, выработанных сознанием образцов, то есть эйдосов. Аналитики же понимают проблему иначе. Для них все богатство жизни содержится в языке. Неразумно поэтому ставить вопрос о том, что именно выражает язык и достаточно ли полно. Нам нужно лишь понять, насколько это правдиво. То бишь, все богатство сознания и практики языка человеку изначально дано в языке, и он же может нам помочь понять, насколько он правдив и правилен, и где его ошибки. Философия – это не что иное, как философия языка. Аналитик в понимании языка всегда стремится к ясности. Такое стремление является его идеалом. Герминевтики, подобно философам античности, занимают своеобразную позицию. Они сопоставляют сущность предметов и язык, как это было в первом пункте истории, когда мы обсуждали название. Но если античные философы, например, Платон считали, что язык – выражение сущности, то герминевтики понимают язык как само бытие сущности. Для них понимание есть истолкование в форме вопросов и ответов. Для герминевтики крайне важно единство внутри следующей триады – сущность мира, язык, переживания. Постмодернисты, так же как аналитики, ставят в центр философствования язык, прежде всего текст. Но если аналитики стараются препарировать текст научными способами и анализировать его научно, то постмодернисты отдают приоритет эстетике переживаний, то есть чувствам, эмоциям. Текст разлагается не произвольным образом, а так, чтобы вызвать красивые чувства от удовольствия и наслаждения до боли и страданий, достичь чего-то возвышенного. Для постмодерниста язык и философия призваны освободить эту чувственность и возвысить ее, достичь великой патетики слов. Как мы видим, в современной философии языку придают самостоятельное значение. Язык есть символ нашей жизни и сама наша жизнь. Стоит отметить, что на самом деле история философии языка не имеет четких периодов. И все это деление является лишь условностью. Очень часто эти периоды пересекались между собой, решали некоторые проблемы вместе. И потом снова расходились, говоря, что каждый говорит нечто неправильное и каждый неправ. При этом через какое-то время снова сходились и снова говорили о том, что да, мы должны решать эту проблему вместе. Должны брать каждое предложение как состав слов, как какой-то общий смысл и текст, наделенный ценностями. Я предлагаю посмотреть, с какими проблемами сталкивались философы конкретно в языкознании. Такие проблемы могут быть предразделены на два цикла. Первый цикл – это проблемы антологии языка, то есть учения и теории о том, как язык возник, как возникла наша речь, как возникли конкретные слова и почему мы используем их именно так. Второй цикл – это проблемы принципов исследования языка, берущихся на тех или иных теоретико-познавательных установках, то бишь методологические проблемы языка. Однако самые важные проблемы языкознания можно сформулировать с помощью нескольких вопросов. Каким образом предложение оказывается единым целым и каково значение его отдельных частей? Что является природой смысла? Что такое смысл? И какое слово «смысл» имеет вообще? В чем цель языка? Как мы используем язык в социальной жизни, включая моменты, когда человек находится наедине с собой? Как язык соотносится с сознанием, как говорящего и слышащего, так читающего и интерпретирующего? Как язык соотносится с миром, включая невладеющих ежиком животных и неодушевленные предметы? Например, является ли язык источником мысли или ее продуктом, а может быть и ее врагом? Сегодня мы берем это как философскую лекцию, мы как справные философы-аналитики должны все-таки заглянуть в эти вопросы и попытаться найти на них ответы. Поэтому давайте постепенно разберемся с каждым из них. Итак, первый вопрос, каким образом предложение оказывается единым целым и какое-то значение его отдельных частей? Первый вопрос просит нас обратиться к теориям атомистов и вспомнить о том, что весь наш мир состоит из маленьких атомов, маленьких частиц. Точно так же и наш язык имеет какие-то мельчащие частицы, к которым мы можем обратиться, чтобы понять, как он работает. Для примера мы можем взять мой монолог, который происходит в данную минуту. Это какой-то сплошной текст, который имеет определенный смысл. Конечно же, этот текст состоит из предложений, которые выполняют грамматическую и смысловую нагрузку. В свою очередь, предложение состоит из слов, каждый из которых выполняет как грамматическую роль, чтобы мы могли понять, что именно мы хотим донести, так и смысловую, чтобы мы могли перенять эту мысль на себя и принять, что именно хочет сказать человек. Однако слово не может быть конечной целью, конечным атомом. Что же тогда является конечным атомом? Возможно, буква, ведь она выполняет только грамматическую роль, и из нее состоят все слова. Но и здесь вынуждена ответить, что это не так, потому что человек учится говорить куда раньше, чем освоит алфавит в совершенстве и будет понимать, что такое буква. Поэтому есть основные звуки, основные фонемы, из которых состоят наши буквы, с помощью которых мы говорим. Именно эти фонемы и являются основными атомами языка. Однако стоит учитывать, что если физики говорят, что количество атомов практически неограничено, и посчитать мы их не можем, каждый язык имеет ограниченное количество атомов, ограниченное количество фонем. Соответственно, в зависимости от этого количества фонем мы имеем ограниченное количество слов и предложений, которые мы можем составить. Да, оно невообразимо большое, но мы можем его ограничить и мы можем его посчитать. Что является природой смысла? Что такое смысл и какой смысл имеет слово смысл? К моему большому сожалению, второй вопрос совсем не имеет ответа, потому что то, что является смыслом конкретно для меня, для каждого человека в этой аудитории, может быть чем-то абсолютно иным. Однако стоит отметить, что значение слова смысл каждый приобрел, когда впервые употребил это слово осознанно. Он понял, что он имеет в виду, и далее в жизни равняется только на эту свою ценностную установку. В чем цель языка? Большинство философов отмечают, что язык нам требуется, конечно же, для коммуникации. Однако стоит отметить, что наш мозг говорит с нами на человеческом языке, а значит, он также является неотъемлемой частью мышления. Также некоторые нейробиологи и нейролингвисты отмечают, как вполне вероятную цель языка, социальный отчет. Об этом я расскажу чуть позже в следующем вопросе. Как мы используем язык в социальной жизни, включая моменты, когда человек находится наедине с собой? Перед тем, как ответить на этот вопрос, стоит отметить, что человек — это социальное существо, и наша жизнь полностью зависит от социума. Еще на этапах раннего воспитания индивидуум постоянно находится в социуме. Так, ребенок, выросший в стае волков, никогда не будет использовать язык, чтобы общаться с ними. Однако он научится коммуникации, которую используют между собой волки, чтобы общаться с ними на их уровне. Я считаю это тем самым аргументом, после которого стоит утверждать, что не мы используем язык в социальной жизни, но благодаря социальной жизни мы приобретаем свой язык. Благодаря тому, что человек растет в обществе и привык к постоянной коммуникации, то даже находясь наедине с собой, он дает себе социальный отчет о произведенном действии. Об этом свидетельствуют исследования нейробиологов из Санкт-Петербургского государственного университета и университета в Хельсинки, Финляндии, что когда мы делаем какое-то действие, если даже оно не требует никаких слов, никаких мыслей, мы все равно говорим себе «я это сделал». У нас активизируется левое и правое полушария головного мозга, которые отвечают за речь, и человек дает себе социальный отчет о том, что он либо принес какую-то пользу обществу, либо он просто сделал что-то в этом обществе, либо, соответственно, он нанес урон обществу. Однако социальный отчет присутствует. Как язык соотносится со знанием, как говорящего и слышащего, так читающего и интерпретирующего? Ну, понятно, что во время чтения мы слышим внутренний голос. Это ли не тот самый наш язык? Наверное, здесь особо обсуждать и нечего. Наш мозг активен, так как при работе речевого аппарата у него снова активизируются левое и правое полушария. А значит, и при интерпретации текста происходит то же самое. Мы снова говорим с собой, мы объясняем сами себе, как мы понимаем этот текст, и как мы должны с ним дальше действовать, что мы от него хотим или не хотим. Несмотря на деление многих биологов, было обнаружено, что во время речи другого человека происходит абсолютно то же самое. Мы перенимаем речь человека, мы проговариваем ее у себя в голове. Это делает наш мозг. Не обязательно, чтобы мы это слышали, но это происходит. И только тогда мы воспринимаем речь. Это удивительное достижение эволюции. Оно, конечно, не помогает нам перенять ценностные установки другого человека, который хочет донести нам человек. Понимать, что именно, какая мысль двигает его для этих слов. Как язык соотносится с сознанием, как говорящего и слышащего, так читающего и интерпретирующего. Мы уже выяснили, что во время речи, а значит, при интерпретации текста происходит то же самое. Стоит отметить, что у животных происходит то же самое. Это было точно так же зафиксировано нейробиологами. Животные точно так же имеют свою коммуникацию, что уже давно известно. Единственное, что ее отличает от нашего языка, то что мы не смогли установить, есть ли у этой коммуникации какие-то определенные грамматические правила и какой-то свой синтаксис. Хотя на нее предполагается, что они действительно есть, просто человек не может их вычислить. Человек не знает, как это происходит. Собственно, поэтому мы, скорее всего, никогда не заговорим на языке животных. В остальном, при ответе на этот вопрос, стоит напомнить о существовании философии названия, имени, а также о том, что смысл этих названий у каждого из нас разный, хотя в большинстве случаев похож, а зависит он от нашего первого опыта использования конкретного названия, конкретного предмета. Является ли наш язык источником мысли или ее продуктом, а может быть и ее врагом? В ответе на этот вопрос я обращусь к мысли, с которой я начинала свою презентацию, а именно то, что мы не можем сказать словами, то и подумать мы не можем. В связи с этим я предлагаю концепт языка, где он и есть мысль, зависящая от множества мыслей каждого отдельного поколения, каждой отдельной языковой семьи. А значит, отдельное поколение носителей языка вполне может быть врагом своего языка и может быть где-то его испортить с помощью деградации языка, с помощью тех самых ценностных категорий, которые мы в него допускаем, не пытаясь бороться со своим личным эгоизмом и своим личным мнением, конкретными оценками. Что ж, пожалуй, нами были получены пусть и не полные, пусть и не конкретные, но ответы на основные проблемы. И, наверное, все проблемы упираются именно в смысл, в проблему смысла. Что же для нас такое смысл и как этот смысл мы можем передать другим людям? Именно эту проблему на протяжении сотен лет люди пытаются решить с помощью искусственных языков. Придумать такой язык, где смысл нам будет ясен всегда, потому что он уже в нас есть, и он для каждого один, для абсолютно каждого. Каждый будет знать, что эта лампа, и каждый будет знать, что эта лампа имеет только такие свойства, и никакие больше, и каждый из нас может ее использовать одинаково. Искусственные языки — это специальные языки, которые, в отличие от естественных, сконструированы целенаправленно. Таких языков существует уже более тысячи, и их количество постоянно растет в геометрической прогрессии. Идея создания нового языка международного общения зародилась в 17-18 веках в результате постепенного уменьшения международной роли латыни. Первоначально это было преимущественно проекты рациональных языков, освобожденных от логических ошибок живых языков, и основанных на логической классификации понятий. Позднее появляются проекты по образцу и материалам живых языков. Сегодня принято различать следующие виды искусственных языков. Это языки программирования и компьютерные языки, которые помогают нам в автоматической обработке информации с помощью машин EVM. Самое простое — это совсем известные единички и нолики, которые используют компьютер в кодировке. Информационные языки — это языки, используемые в различных системах обработки информации. Формализованные языки науки — это языки, предназначенные для символической записи научных теорий и фактов, то бишь языки математики, химии, логики и т.д. Языки несуществующих народов, созданных в билетристических или развлекательных целях. Международные вспомогательные языки — это языки, создаваемые из элементов естественных языков и предлагаемые в качестве вспомогательного средства для международного общения. По цели создания искусственные языки можно разделить на следующие группы. Это философские и логические языки, то бишь языки, имеющие четкую логическую структуру, словообразие и синтаксис. К таким языкам можно отнести языки лажбан, токепоно, ивкуи и лакаш. Дальше идут вспомогательные языки, предназначенные для практического общения. К таким языкам относят эсперанто, интерлингва, словио, славянский. Артистические или эстетические языки создаются для творчества и эстетического удовольствия. Одним из самых известных языков является квенья. По своей структуре проекты искусственных языков могут быть разделены на следующие группы. Это априорные языки на основе логических классификаций понятий. Это язык лаглан, лажбан, ро, сори-ре-соль, ивкуиль и лакш. Это апостериорные языки. Языки, построенные преимущественно на основе интернациональной лексики. Интерлигва, лингва, окциденталь. Смешанные языки слова и словообразования часто заимствованы из искусственных языков, часто созданы на основе искусственно придуманных слов и словообразовательных элементов, например, волопюк, идо, эсперанто и нео. Из искусственных языков наиболее известны волопюк, эсперанто, лаглан, токепона, квенья и клингонский язык. Поэтому я предлагаю нам немножко разобраться именно в них. И начнем мы с самого известного, пожалуй, исторически известного в философских кругах языка, то бишь волопюк. Он был создан в 1880 году немецким языковедом Шейлером. Алфавит волопюка построен на основе латинского и состоит из 27 букв. Данный язык отличается очень простой фонетикой, что должно было облегчить его изучение и произношение детям и народам, в языке которых нет очень сложных словосочетаний или очень сложных согласных. Корни большинства слов в волопюке заимствованы из английского и французского языков, но виды изменены, чтобы соответствовать правилам нового языка. В волопюке четыре падежа – именительный, родительный, дательный и винительный, а ударение всегда падает на последний слог. Хотя необычное изучение написания слов на волопюке вызвало насмешки в прессе, данный язык очень быстро завоевал популярность. В 1880 году был создан первый учебник на немецком языке, а через два года на волопюке уже издавались газеты. К 1889 году во всем мире издавалось 25 журналов на волопюке и было написано 316 учебников на 25 языках. Количество клубов-любителей этого языка почти достигло трех сотен. Однако постепенно интерес к данному языку начал угасать, причем особенно сильно на этот процесс повлияли внутренние конфликты в Академии волопюка и появление нового, более простого и изящного языка эсперанто. Считается, что в настоящее время насчитывается всего около 20-30 людей, владеющих этим языком. Эсперанто – это самый известный и распространенный из искусственных языков, которые были придуманы. Этот язык был сконструирован варшавским врачом и лингвистом Людвиком Земингофом в 1887 году. Изначально он дал название языку интернеция, то есть международный, а слово эсперанто было всего лишь псевдонимом, под которым он публиковал свои работы о языке и означало оно «надеющийся». Надеющийся то, что язык приобретет свою популярность и на нем заговорят все. Основа эсперанто составляет интернациональные слова, заимствованные из латыни и греческого языка, и 16 грамматических правил, не имеющих исключения. В данном языке отсутствует грамматический род, в нем всего два падежа – именительный и винительный, а значения остальных передаются при помощи предлогов. Алфавит построен на основе латинского и все части речи имеют фиксированные окончания. В настоящее время эсперанто активно используют по разным оценкам от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек. Также отмечается, что примерно 500 аж тысячи человек являются носителями этого языка как родного языка, то есть они его изучают с детства и говорят на нем с детства. Чаще всего это дети от международных браков, где семья использует эсперанто для внутрисемейного общения. У эсперанто есть языки-потомки, в которых отсутствует ряд существенных ошибок и недостатков эсперанто. Наиболее известны среди этих языков – эсперантида и навиаль. Впрочем, ни один из них не получил такого распространения, как эсперанто. Лаглан. Лаглан был разработан специально для лингвистических исследований. Своё название он получил от латинского слочитания «logical language», что означает «логический язык». Доктор Джеймс Кук Браун начал работу над новым языком в 1955 году, а в 1960 году была опубликована первая статья, посвященная Лаглану. Первая встреча людей, заинтересовавшихся детищем Брауна, состоялась в 1972 году, а три года спустя вышла в свет книга Брауна «Лаглан-1. Логический язык». Основанную своей целью Брауна ставил создание языка, свободного от противоречий и неточностей, присущих естественным языкам. Он предполагал, что Лаглан можно будет использовать для проверки гипотезы лингвистической относительности сипероорфа, согласно которой структура языка определяет мышление и способ познания реальности, настолько, что люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают мир и просто по-разному мыслят. Алфавит Лаглана построен на основе латинской графики и состоит из 28 букв. В этом языке только три части речи – местоимения, числительные и операторы, выражающие эмоции, говорящие и обеспечивающие логическое и грамматическое, а также цифровое и пунктуационное значение. Пунктуация в привычном нам смысле в этом языке просто отсутствует. В 1965 году Лаглан упоминается как язык, которым пользуется компьютер. Идея создать Лаглан как человеческий язык, который будет понятен и компьютеру, очень прижилась и получила популярность. А в 1977-1982 годах была проделана работа, окончательно избавляющая Лаглан от ошибок и неточностей. В итоге после незначительных изменений Лаглан стал первым в мире языком с грамматикой без логических конфликтов. В 1986 году среди лагланистов произошел раскол, итогом которого стало создание и появление еще одного языка – лажбан. В настоящее время интерес к Лаглану заметно снизился, однако в сетевых сообществах по-прежнему идет обсуждение языка и попытки его популяризации. А институт Лаглана рассылает свои учебные материалы всем, кто заинтересовался новым языком. По разным данным в мире насчитывается от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, способных понимать тексты на Лаглане. Следующий более современный язык – это токипона. Язык был создан канаткой Сони Элен Киса, и он претендует на звание самого простого из искусственных языков. Первая информация о нем появилась во всемирной сети в 2001 году. Название токипона переводится как «язык добра» или «добрый язык». Мировоззрение токипоны нашло свое отражение в структуре и содержании. В лексике языка около 120 корней, по мнению автора, самых необходимых. Минимализм лексики сведен также к тому, что, например, в языке отсутствует название животных и растений. Однако в неофициальном словаре токипона есть обозначение для стран, наций, языков, а также имен людей. Упрощенная лексика токипона сочетается с простыми грамматикой и синтаксисом. На токипоне общаются в основном в интернете – в Канаде, США, Европе, Израиле, Японии и России. Токипона не классифицируется как язык международного общения. Известный главным образом среди пользователей сети, он служит примером интернет-культуры. Квенья – это вымышленный язык, разработанный Толкининым. В легендарии представляет собой один из эльфийских языков. Слово «квенья» переводится как «наречие» или «язык», или в противопоставленность другим языкам – эльфийский язык, эльфийское наречие. Работать над этим языком Толкинин начал в 1915 году. Основной для построения этого языка послужил финский. Кроме того, у Толкинина частично позаимствована фонетика и орфография из латыни и греческого языков. Название языка, возможно, навеяно названием близкого к финскому языка квеньев. Во времена, описываемые во «Властелине колец», квенья вышла из повседневного употребления и заняла в культуре Средиземноморья примерно то же место, что и латынь в средневековой европейской культуре. Поэтому сам Толкинин очень часто называл квенья как «эльфийская латынь». Основным же языком общения эльфов стал сандрин. В обоих эльфийских языках две системы письменности – рунический крит и алфавитный тенгвивер. Для перевода текстов на квенья и сандрин часто используется латинский авофавит. В настоящее время на квенья выпускается несколько журналов. Также в Великобритании и США защищено несколько диссертаций по грамматике этого языка. В 2004 году после выхода на экраны последней серии фильма «Властелин колец» интерес к эльфийским языкам значительно возрос. Так, в Великобритании в мужской школе Бирминге Матвес Грин впервые в мире школьникам начали официально преподавать эльфийский язык. Большинство знающих эльфийские языки являются поклонниками, к сожалению, не поддаётся уточнению. И последний из знаменитых на сегодня языков – это клингонский язык. Клингонский – это искусственный язык, разработанный лингвистом Марком Окрандом по заказу Paramount Studios для одной из инопланетных рас вымышленной вселенной культового сериала «Звёздный путь». В отличие от многих языков, созданных для кинематографа, клингонский язык имеет детально разработанную грамматику, синтаксис и словарь, а также регулирующую организацию – Институт клингонского языка, публикующую переводы классических литературных произведений на клингонский язык и научные журналы, развивающие язык. Первые звуки и фразы для персонажей клингонов придумал Джеймс Духан еще в первом полнометражном фильме «Вселенная. Звёздный путь», который вышел в 1979 году. Спустя несколько лет Харф Бентетт, продюсер фильма «Звёздный путь 3. В поисках Спока», предложил Марку Окранду разработать язык, на котором будут говорить персонажи фильма. При создании языка Марк свободно объединил звуки и фразы, созданные его коллегой перед ним, а также элементы, знакомые ему с университета языков, индейцев Северной Америки и санскрита. Также некоторые нашли значительное количество соответствий ему в языке американских индейцев муцун, последний носитель которого умер в 1930 году. Что ж, пожалуй, на примере синтетических языков было показано, что этим вопросом занимаются далеко не всегда ученые, да и далеко не всегда в научных целях, однако все равно в стремлении понять друг друга. Поэтому эта тема имеет свою аудиторию и свои рейтинги, что в эпоху гипермодернизма очень важно и имеет большое значение. Мы живем во время, когда таких языков, призванных упрощать нашу жизнь и понимание людей вокруг нас, становятся все больше. Я сейчас называю один из таких языков, это дорожные знаки, которые помогают каждому из нас на протяжении нашей жизни во всех уголках мира, которые имеют свои правила и которые подчиняются своему определенному синтексису. Однако таких языков есть еще несколько примеров. Я нашла для себя конкретно только один стопроцентный, предлагаю нам вместе подумать, что это может быть за язык. Есть ли какие-нибудь предположения о синтетическом языке, которым пользуемся абсолютно все мы? Я думаю, абсолютно все, кто держит сейчас в своих руках телефоны или планшеты. Именно они, да, это не стопроцентный язык, да, мы еще не научились понимать его грамматику и всегда его трактовать, однако это действительно язык. Я могу включить видеоряд, который в принципе покажет, насколько этот язык несовершенен, но если мы его доведем до совершенства, он значительно упростит нашу жизнь. Ого, смотри, какая-то Диуля написала. Ответил. Что дальше писать? Напиши что-то, чтобы он не понял, что мы тут пьем. Все понятно, они там бухают. Блин, разговор не клеится. Что делать? Не знаю. О, отправь ему смайлик. Ого, смотри, смайл прислала. И мы тебе смайл. Сработало. Теперь подмигивающий смайл. Подмигивающий смайл? Чувак, она тебя хочет! Ху-ху-ху-ху-ху-ху! А, ха-ха! Боже, он смеется сквозь слезы. Что-то случилось. Нужно узнать. Почему у тебя нет настроения? Она спрашивает, сколько в мире китайцев? Я не знаю. Совсем грустный. Скажи, что тебе можно доверять. Ты можешь открыть мне свои тайны. Ты мой ключик, а я твой замок? Чувак, она точно тебя хочет. Ху-ху-ху-ху. Напишу, что это романтично. А в мое сердце выстрелил Амур. Боже, какой ужас. У него порог сердца, и он может отправиться на небеса. Так у тебя же отец врач. Пускай сходят к нему на осмотр. Точно. Твое сердце может осмотреть мой отец. Говорит, что любит мужчин постарше. Напиши что-то взрослое. Типа, ради тебя я готов на всякие мучения. Пройду сквозь огонь и воду, а? Ага. Кошмар. Ему сделали манту, он его намочил, и сейчас у него жар. Не знаю, что ответить. Так, Ванька, только сразу ей намекни, что ты не хочешь серьезных отношений. Я не буду на тебя жениться, окей? Спрашивает, нормально ли, что он не православный? Да не страшно. Главное, чтобы человек был хороший. Ого, ее устраивает, а? Отлично. Напиши, что она бомба. Он, походу, маджахет и хочет взорвать человека? Это возмутительно. А что значит три злых помидора? Ну, может, она вегетарианка. Напиши, что любишь животных. Точно. Смотри, что пишет. Точно маджахет? А что она не отвечает? Я не знаю. Ну, пригласи ее на ужин и намекни, что он будет с продолжением, а? Говорит, чтобы я не ела после шести? Ну, вот видишь, он заботливый. Спасибо. Она согласна? Ну, тогда уже я прямым текстом скажу, что я от нее хочу. Больной садист. Он хочет застрелить кролика. Тебя нужно посадить в психушку. Говорит, хочет в костюме медсестры, а? И даже не дума мне звонить. В костюме выпускницы не хочет. Ну, чего ты придумала? Может, он хотел что-то сказать другое. Извинись. Извини, мне жаль. Молись и плачьте, я хана. Блин, мне теперь страшно, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот видишь, он расстроился. Пригласи его в кино. А, да есть же, она хочет снять все это дело на видео, а? А? Вообще отвязная девка. Ванька, слушай, а скажи, что ты будешь другом, вдруг прокатит, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот блин, он говорит, что он гей. Жаль. Значит, не судьба. Зато могу посветовать ему хороший гей-клуб. А ну, спроси, хочет ли он туда поехать? Спрашивает, можем ли мы с тобой приехать к ней на тусовку. Конечно, пусть диктует адрес. Чувак, вот это нам с тобой повезло. АПЛОДИСМЕНТЫ